Мы переходим к трем песням. Это, собственно, ночная песня, танцевальная песня и надгробная песня. Танцевальная и центральная. Две песни, ночная и надгробная, заканчиваются формулой «так пел Золотустра». И только танцевальная песня заканчивается формулой «так говорил Золотустра». Это уже делает ее крайне важным. Если вы откроете оглавление и посмотрите на третью часть, вы увидите, что в конце третьей части предпоследняя глава называется «другая танцевальная песня». При том, что «7 печатей» – это тоже песнь, и мы предполагаем, что «О великом томлении» это тоже должна быть песня. То есть одна отряда песней, другая отряда песней. Учитывая, что одна из них называется «танцевальная песня», другая «танцевальная песня», Ницше требует, чтобы вы сравнили одну танцевальную песню и другую танцевальную песню. Если мы убираем идею о песнях, о трех песнях и оставляем только идею об одной песне, о танцевальной песне, то сразу после окончания трех песней во второй главе или во второй части начинается какая глава? После трех песней какая глава идет? Не ленитесь, для вас это проще. О самопреодолении. Это глава воли к власти. Когда заканчивается другая танцевальная песня, идет глава семь печатей или финальная глава, где Златурство умирает, появляется Дионис Ариадна. Я обозначил для вас значимость этих песней, но это фактически единственное, что я могу для вас обозначить, потому что ничего не понятно в этих песнях. Я говорил вам, что Златурство порой оказывается слишком личным произведением, то есть произведением, основанным на личном опыте. И для того, чтобы понимать эти песни, нужен, конечно, огромный личный опыт. Единственное, что я могу указать вам, помимо этого, это тот факт, что в танцевальной песне Златурство вдруг начнет противопоставлять жизнь и мудрость. И встанет вопрос, что важнее, жизнь или мудрость. И в финале будет дан ответ на этот вопрос. Но после того, как встанет вопрос, что важнее, жизнь или мудрость, появится учение о воле к власти. Ну что ж, давайте попробуем почитать. Я жду, что вы мне расскажете больше, чем я вам, потому что я вам практически ничего не могу сказать про эти песни. Начинаем песню. Ночь. Теперь говорят в ручьи все бьющие ключи. И моя душа тоже бьющий ключ. Ночь. Только теперь побуждаются все песни влюбленных. И моя душа тоже песнь влюбленного. Что-то неутоленное и неутолимое есть во мне. Оно хочет говорить. Жажда любви есть во мне. Она сама говорит языком любви. Я свет. Ах, если бы я был бы ночью. Но в том одиночество мое, что опояснен я светом. Ах, если бы я был темным и ночным. Как принял бы я со сам светом. Да, это то, о чем мы немножко говорили. Это Заратур-1, и он жалуется. Это песнь покинутого. Он поет себе о собственной зависти. Зависти, которая доступна только Солнцу. Зависти перед теми, кто не есть Солнце. Зависть перед берущими. Он только дает. И в своей отдаче он не может брать. Даже любое Солнце не может помочь Солнцу, ибо свет его никогда не дойдет до этого Солнца. Я свет. Ах, если бы я был ночью. Но в том одиночество мое, что я опояснен я светом. Ах, если бы я был темным и ночным. Как принял бы я со сам света. И еще вас хотел бы я благословить. Вы искрящиеся звездочки и светляки небес. Светлички. Светлички небес. И быть блаженным счастливым от ваших даров света. Но я живу в моем собственном свете. Я вновь поглощаю пламя, что вырывается из меня. Да, я могу только отосквать вас, собственно, к тому, что Митши пишет о собственном одиночестве в тех или иных отрывках из неопубликованных или из писем. Вопрос. Вот здесь я читаю о звездах. Почему звездам не удовлетворяются потребности Солнца в свете? По одной простой причине. Потому что его собственный свет гасит любой другой. Я не знаю, что я с тебя ручила. И часто мечтал я о том, что красть должно быть еще блаженнее, чем брать. В том моя бедность, что рука моей никогда не отдыхает от дарения. В том моя зависть, что я вижу ожидающие глаза и просветленные ночи тоски. И, наконец, Золотустра открывает нам в этой своей песне зависть. Он тоже недоволен миром. Он тоже недоволен своим положением в нем. И потому в нем тоже есть зависть, а значит месть. И значит отлавление мило. Огое всех, кто дарит. О затмении моего Солнца. О жажде желания. О ненасытный голод среди посещения. Они берут у меня, но затрагиваю ли я их душу. Пропасть лежит между давать и брать. Но даже через малую пропасть трудно перекинуть мост. Голод вырастает из моей красоты. Причинять страдания хотел бы я тем, кому свечу. Пропасть хотел бы я одаренных мною. Так алчу я злоба. Это и есть мщение. Отдернуть руку, когда другая рука уже тянется к ней. Медлить, как водопад, который медлит в своем падении. Так алчу я злоба. Такое мщение измышляет мой избыток. Такое коварство льется из моего одиночества. Теперь вы знаете еще, почему золотовство ненавидит отребье. Потому что отребье только берет. Оно является его противоположностью. Оно и есть полная тьма. А вопрос, когда Ницше хочет стать, он еще хочет растереть. Хочет получить свойства отребья. Брать. До этого мы говорили, что у идущего по пути у созидающего есть две проблемы. Есть две зависти. Зависть от тех, кто позади него. И зависть перед теми, кто впереди него. Теперь золотовство говорит о новой зависти. О зависти перед теми, кто позади него. Зависти перед теми, кому он может дать. Кого еще ждет рост. Потому что сам он уже не может брать. И сам он уже не может расти. Можете это говорить нам о том, что высшие люди и сверхчеловек будут несчастны? То есть сверхчеловек не будет потому, что он не завидует берущим? Это проблема, которую золотовство должен решить, он решит. То есть это просто середина 9, 10, 11 речи. В которой золотовство осознает проблему. И вот всю вторую половину второй части он пытается эту проблему решить. И ответом становится то, что с ним происходит в конце второй части. А в начале третьей он рассказывает об этом. Так кажется сейчас большинству исследователей. В связи с чем большинство исследователей также замечает, например, что когда появляется доктрина о вечном возвращении, сверхчеловек исчезает. Многие даже скажут, что он становится невозможным. Ну то есть чем дальше золотовство двигается к концу, к своему концу, тем меньше он упоминает сверхчеловека. Тем меньше сверхчеловек становится для него заботой или целью, или призывом. Может ли это значит то, что, ну если мы исходим с того, что из этой точки зрения, что сверхчеловек отходит на второй план, вот конец у него, был ли сверхчеловек вожжимый золотовство? Скорее всего нет, потому что мы видим четкую эволюцию. Золотовство верит, потом происходит сомнение, потом он не верит в этом плане. То есть он не с самого начала, помните, он же говорит, да будет сверхчеловек с смыслом Земли, то есть это желание воли. Сверхчеловек это не идеал, сверхчеловек не метает в облаках, мы должны его сделать сами. Просто в конце оказывается, что вечное возвращение говорит нам, что сверхчеловек невозможен. Вернее, оно отрицает сверхчеловека, он невозможен, но он обязательно провалится. Можно ли считать, что чем ближе он сверхчеловеку, тем... Он еще не ближе. Но он становится ближе к концу? Да, то есть он понимает, что его ученики не могут двигаться в эту сторону в конце второй части. В конце второй части он говорит, я сделаю все самое. Вот и можно ли считать, что когда он становится чуть ближе к сверхчеловеку, чем был вначале, тем он понимает, насколько далеко ему до сверхчеловек, поэтому он говорит о нем меньше. Нет, он же доходит до него. То есть мы можем сказать, что чем ближе он к сверхчеловеку, тем меньше ему нужно говорить о сверхчеловеке кому-то еще. Мы можем очень условно сказать, что золотухство в конце становится сверхчеловеком. Появляется Дионис, и он женится на реале. То есть золотухство проповедует, потом золотухство понимает проблему собственной проповеди, понимает, что ни один из учеников не может решать эту проблему, и решает ее самостоятельно. Когда он решает ее самостоятельно, он становится сверхчеловеком. Все это сказано очень условно, потому что надо читать, а мы не будем. Моя счастье дарить замерло в дарении Моя добродетель устала от связанной и своего избытка Кто постоянно дарит, тому грозит опасность потерять стыд Кто постоянно раздает, кто того рука и сердце натирают свою мозоль от бесконечного раздавания Мои глаза не проливаются перед стыдом просящих Моя рука слишком огрубила для держания наполненных рук Куда же ушли слезы из моих глаз и мякость из моего сердца О, одиночество всех дарящих О, молчаливость всех, кто светит Много сон свращается в пустом пространстве Всему, что темно, они говорят не своим светом Для меня молчат они В начале первой части за отсутствие говорят Я хочу быть как ты, солнце И вот он стал как солнце И стал один И понял, что так жить невыносимо Именно поэтому в самом конце он станет тьмой О, в этом рождав света к стремящемуся Безжалостно проходит он своими путями Несправедливое в глубине сердца к светящемуся Равнодушное к другим солнцам Там движется всякое солнце Подобно бои летят солнце своими путями В этом движение их Свои неумолимые воли следуют они И он чувствуется, как родник из меня моё желание Я хочу говорить Ночь, теперь говорят громче все бьющие ключи И душа моя тоже бьющий ключ Ночь, только теперь побуждается все песни влюблённых И моя душа тоже песни влюблённых Так пел Заратуст? Да, Заратуст жалуется на собственное одиночество Танцевальная песня Эта песня должна лишить проблему ночной песни А именно проблему одиночества долящего И эта песня публичная Причём публичная не в том смысле, что тут присутствуют не только ученики Но и некие девушки Однажды вечером проходил Заратустер со своими учениками по лесу И вот, отрискивая источник, вышел он на зелёный луг Окреплённый молчаливыми деревьями и кустарником На нём танцевали девушки Узнав Заратустеру, девушки перестали танцевать Заратустер же подошёл к ним и с приветливым видом говорил такие слова Не прекращайте танец, вы милые девушки К вам подошёл не противник игр, взглядящий, не враг девушек Да, девушка, ну вы понимаете Женщина это игрушка Заратустер не противник игр И значит он не противник девушек Когда тай бога, я перед дьяволом, а он дух тяжести И Заратустер снова опознаёт своего главного врага Только что он испытал этот дух тяжести Только что мы увидели уныние И уныние это тоже проявление духа тяжести Если сам Заратустер в одиночестве испытывает уныние Здесь перед другими в публичной речи он храбрится И делает вид, что он победитель моей тяжести Как мог бы я легконогий быть врагом божественных танцев Или женских ножев с красивыми изгибами Пожалуй, я лес и ночь тёмных деревьев Но кто не испугается моего мрака Найдёт лекущий роз под моими кипарисами И маленького бога, возможно, найдёт он более всего по любезному девушкам У колодца лежит он тихо с закрытыми глазами Поистине, среди белых дня устроил он лентяй Не гонялся ли он слишком много за бабочками Не сердитесь на меня, прекрасная танцовщица Если я слегка накажу маленького бога Ну вы знаете, что это за маленький бог, который всё время с танцовщицами в лесу Кстати Да, конечно Слушайте, где низ? Да-да-да Быть может, кричать будет он и плакать Но он готов смеяться, даже когда плачет Со слезами на глазах пусть просит он вас о танце А я свою песню под его танец Песнь танца и насмешки над духом тяжести Моим величайшим и самым могучим демоном Заратустра повторяет Дух тяжести – это величайший и могучий его враг О котором говорят, что он лаврика мира Угу И вот песня, которую пел Заратустра в то время, как Попидон и девушки вместе танцевали Если о прошлой песне не сказано, что это песнь То теперь сказано, что это песня Заметьте, что эта песня закончится словами «так говорил Заратустра» А не «так говорил Заратустра», как предыдущая и следующая По ее глазах заглянул я недавно по жизни Итак, это песня о жизни Это песня, обращенная к жизни Мне показалось, что я погружаюсь в непостижимое Но ты вытащила меня золотой удочкой На смерть его смелости, когда я называл себя непостижимой Так говорят все рыбы, отвечал Лаври Чего не постигают они, то непостижимо Но я лишь изменчивая и дига И во всем женщина, притом недобродительная И помните, теперь вы знаете, что жизнь – это тоже женщина Хотя Заратустра знает маленькую истину И уже рассказал ее своим ученикам Сам он ведет себя наиболее робким образом С этой прекрасной женщиной С этой недобродительной женщиной Так будет до самого конца И лишь в самом конце Он обманет ее и схватит за голову И вот тогда у них случится свадьба Хотя я забыть, у вас мужчин глубокий или верный Вечный таинственный Вы, мужчины, всегда дарите нас собственными добродетелями Ах, вы добродетельные Да, вспомните историков и природу Так смеялась она невероятная Но никогда не верю я ей и ее смеху Когда она дурно говорит о себе Когда я с глазу на глазу говорил Со своей типой мудростью Она стояла негневно Смотрите, у Заратустра есть вторая любовь Его дикая мудрость И дикая мудрость не лжет В отличии от жизни Ты желаешь, ты жаждешь, ты любишь Потому только ты и хвалишь жизнь Ну то есть ты желаешь, ты жаждешь Ты любишь, это все относится к воле к власти Ты валишь И потому только ты хвалешь жизнь Чуть было зло Не ответил ли я на это И не сказал ли я рассерженную правду Нельзя злее ответить, как сказав правду Своей мудрости Ага, а именно вопрос Кого именно больше любит золотоство Жизнь или мудрость Так обстоит дело между нами для меня До глубины души И люблю я только жизнь И поистине всего больше тогда, когда я ее ненавижу Это странный вопрос Что важнее, жизнь или мудрость? Помните, что ответил Сократ? Готовность Ну конечно, мудрость возник Можно и умереть Да, например, немудрая жизнь Вообще не имеет никакого значения Плюс он уже тогда был старт Ну да, да, да Но в целом он всегда говорил, что жизнь Непосвященная мудрости Не имеет никакого значения Немудрая жизнь Ничего не стоит Золотоство же отвечает прямо обратное Но если я благосклонен к мудрости И часто слишком благосклонен к ней Это от того, что она напоминает мне жизнь У нее те же глаза Тот же смех и даже золотая удочка Что я могу поделать, если они так похожи Одна на другую Мудрость и жизнь Золотоство похожи одна на другую Но они все-таки различаются И более того Жизнь более благосклонна к золотостве Чем мудрость Потому что мудрость говорит ему правду и злит его А жизнь обманывает его и лукавит То есть, получается, мудрость Его мудрость отвращает его от римюзии Мудрость говорит ему Истина состоит в том, что истины нет Жизнь говорит ему Создавай новую истину И когда одна одна жизнь спросила меня Кто это, мудрость Я жаром ответил Ах да, мудрость Ее жар тут не насыщается Смотрит сквозь покровы Ловит сетью Красива ли она? Да, о чем я знаю Но и самые старые карпы Еще поддаются на ее риманке Да, вот эта идея с удочкой и уловом Это идея, которая золотуст отразится в четвертой части В начале четвертой части И которую Ницше отразит в Экихомо Книги Ницше Это удочки и ключки На которые Ницше ловит рыб людей Изменчива она и упрямо Часто я видел, как кусала она себе губы и дала гребень против волос Быть может, она зла, не лукава и во всем она баба Но когда она дурно о себе говорит Именно тогда обращает она больше всего Ну точно так же, как жизнь Когда я сказал это жизни, она зло улыбнулась и закрыла глаза В каком же ты говоришь, спросила она Не обо мне ли? Если даже ты прав Можешь ли ты это говорить не прямо в лицо? А теперь скажи мне о твоей мудрости Достаточно Задостно обижает жизнь Тем фактом, что он открывает жизнь Мудрость и жизнь Говорит он это одно и то же Мудрость и жизнь одинаковы Почему? Потому что жизнь есть воля к власти Но мудрость разве нет? Мы знаем из них, что жизнь есть воля к власти И знаем, что мудрость есть самая духовная воля к власти То есть то и то есть воля к власти Да, именно поэтому они так похожи Именно поэтому жизнь так расстраивается Нельзя говорить женщине напрямую, что вы видите ее насквозь Потому что вы видите ее без макияжа Это некрасиво, это неэтично, невежливо Но это пока что они так общаются Потом-то зато немножко подругом будет с ними общаться Если и жизнь и мудрость в воле к власти То в чем их различие? Правильный вопрос Пока мы не знаем Когда золотустер говорит Жизнь и мудрость очень похожи Жизнь очень расстраивается Заметьте, это триада В этой триаде золотустер, его жизнь и его мудрость Жизнь и мудрость все время ревнуют друг к другу Вопрос, что важнее? Вот откуда возникает эта ревность Что важнее, жизнь или мудрость? А это значит, что жизнь и мудрость все-таки не совпадают Хотя и та, и другая есть в воле к власти То есть получается, золотустер вынужден выбирать между двумя форме воли к власти Между жизнью и мудростью, да И помните, что золотустер с самого начала говорит Что он спускается, чтобы сделать мудрых немножко безумными То есть все философы до него выиграли мудрость И поэтому отходили от жизни И поэтому говорили раньше, что люди недостаточно радуются Немного дальше даже мы можем пойти Все философы до него не трогали жизни пальцем По одной простой причине Они были догматиками И в этом смысле они никогда не жили так, как проповедовали То есть когда условный Гоббс говорит вам, что все люди равны Он тут же бежит и хлещет там свою жену насмерть Или когда условный Гобб говорит Все люди равны и тут же бежит и хлещет американских индейцев насмерть Или когда американские конституционалисты говорят Все люди равны и тут же идут и убивают негров То есть была разница между тем, что говорит философ И тем, что делает философ То есть, разница между его мудростью и его жизнью. И они всегда выбирали мудрость. Считали, что мудрость главнее, чем жизнь. Золотухство, с одной стороны, подталкивает нас к объединению. И в этом смысле мы скоро увидим, как он скажет, что мудрость должна быть похожа на солнце, в том смысле, что философия должна менять мир, а не описывать его. Да, марксистский посыл. Такой же, как и у Маркса. С другой стороны, золотухство скажет, что жизнь и мудрость еще должны объединиться не только тем, что философия должна стать активной, но и тем, что философ должен следовать собственным установкам. А возможно ли объединены мудрость и жизнь, если они так не любят друг друга? Когда это произойдет, все закончится смертью золотухства. Когда золотухство и жизнь объединятся в конце третьей части, жизнь скажет, я вижу, ты любишь меня, но каждый раз, когда колокол бьет 12, ты думаешь о том, чтобы сбежать от меня. И тут колокол начинает бить 12. Но у него в итоге то есть не получается объединить. В конце происходит свадьба Арианна и Диониса. Все загадочно. Ну давайте дочитаем. Ах ты, опять я сказал, раскрыла свои глаза о возлюбленной жизни. Мне показалось, что я опять погружаюсь в непостижимое. Мне опять показалось, да, то есть жизнь это загадка, в отличие от мудрости. Жизнь всегда не раскрыта, не до конца раскрыта. Золотухство начинает меняться. Он начинает пробиваться к самому себе. То есть от своей мудрости он начинает двигаться к собственной жизни. Поэтому мы должны немножко посмотреть шире на эту картину. И открыть в том третий, страница 253, параграф 465. Иеройя природы. При нашем нынешнем воспитании мы сперва получаем вторую природу. И мы не обладаем, если общество признает нас зрелыми, совершеннолетними, полезными. Лишь немногие из нас в достаточной мере змеи, чтобы сбрасывать из себя эту кожу грудней. Такое возможно, если у них под внешней оболочкой вызвала первая природа. У большинства от этого сухим костный мозг. Ага, и том 5, страница 154, параграф 229. Собственно, мы поняли, что из этого первая природа, что вторая. В позднейшей эпохе, имеющей право гордиться человеколюбием, осталось столько боязни, столько суеверных боязней перед диким жестоким зверем, победа над которым и составляет гордость этих более гуманных времен, что даже очевидные истины не высказывались в течение целых столетий. Словно по уговору, потому что казалось, будто они снова призывают к жизни этого дикого, наконец, умерщвленного зверя. Я рискую, быть может, кое-чем отпуская от себя такую истину. И пусть другие снова изловят ее, напоят ее таким количеством молока благочестивого образа мыслей, пока она не успокоится и не уляжется, забытая в своем старом углу. Нужно усвоить себе другой взгляд на жестокость и раскрыть глаза. Нужно, наконец, научиться нетерпению, чтобы такие нескромные, упитанные заблуждения, как те, например, что были вскормлены старыми и новыми философами относительно трагедии, не смели больше с дерзким и добродетельным видом расхаживать по земле. Почти все, что мы называем высшей культурой, покорится на вдохотворении и углублении жестокости. Таково мое положение. Дикий зверь, о котором флорейч, вовсе не умерщвлен. Он живет, он процветает, он только обожествился. То, что составляет мучительную сладость трагедии, есть жестокость. То, что приятно действует в так называемом трагическом сострадании, в сущности даже во всем возвышенном до самых высших и нежнейших содрогании метафизики получает свою сладость исключительно от примеси жестокости. Римлянин на арене христианин в восторгах креста, испанец перед костром или зрелищем боя дыков, современный Японец, стремящийся к трагедии, рабочий поюзкий предмест и страстно тоскующий по кровавам на революции, Багнерианка, с неможенной волей потерпевающей Тристана и Изольду, все они с таинственной алчностью наслаждаются и вбиваются одним и тем же зеленью великой церкви жестокости. При этом, конечно, нужно отогнать прочь дурацкую старую психологию, которая умела утвердить о жестокости только одно, что она возникает при виде чужих страданий, есть слишком большое наслаждение также и в собственном страдании, в подчинении страдания самому себе. И во всех случаях, когда человек склоняется к самоотречению в эллигиозном смысле или к самоискалечению, как у Феникиан и Аскетов, или вообще к умерщвлению похоти, к умерщвлению и сокрушению плоти, к уританским судорогам, покаяниям, в секции совести, к интеллектуальной жертве Паскаля, его тайно влечет и толкает вперед собственная жестокость, им движут опасные содрогания жестокости, обращенные против самой себя. В конце концов, следует принять во внимание, что даже познающий действует как художник, пославляющий жестокость, когда он заставляет свой дух наперекор его стремлению и довольно часто наперекор желанию своего сердца познавать, то есть отрицать то, что он хотел бы утверждать, любить и чему хотел бы поклоняться. Разве воля к власти не есть воля к преодолению самого себя? Как скажете? Как скажете? Но сейчас воля понимается, да, как самопреодоление, поэтому вы думаете, что воля к власти – это тоже есть самопреодоление. Страничка 157 – это и воля к кажемости. Это параграф 230 – самая серединка. Это и воля к кажемости, к упрощению, к маске, к плащу, словом, к поверхности. Во всякой поверхности есть плащ, противодействует та возвышенная склонность познающего, которая рассматривает и хочет рассматривать вещи глубоко, многосторонне, основательно. Она является чем-то вроде жестокости, интеллектуальной совести и вкуса, которую каждый более чем более смелый и мыслитель признает в себе, при условии, что он, как и подобает, достаточно долго закалял и изучал свое зрение по отношению к самому себе и привык к строгой дисциплине и к строгим словам. Он скажет, «Есть что-то по жестокое склонности моего духа. Пусть попробуют разбедить его в этом добродетельные и любезные люди». В самом деле это звучало бы учтивее, если бы, говоря о нас, нам вместо жестокости приписывали бы потом, скажем, чрезмерную честность и тихонько поставляли бы из нее нас, свободных слишком свободных умов. Что ж, не такое ли и в самом деле никогда будет наша посмертная слава? «Но мы, отшельники и сурки, мы уже давно убедили себя в тайниках нашей отшельнической совести, что и это достойная словесная роскошь и належит к старому живонарядному трепью и блесткам бессознательного человеческого сочиславия, и что под такой льстивой окраской и размалеванной должен быть снова распознан страшный подлинник хрома натуры». «Да, то есть человеческой природы, природы человека». «Перевести человека обратно на язык природы, овладеть многочисленными, тщеславными и мечтательными толкованиями и оттенками смысла, которые были до сих пор нацарапаны и намалеваны на этом вечном подлиннике хрома натуры. Сделать так, чтобы и впредь человек стоял перед человеком, как нынче. Закаленные дисциплины науки, он стоит перед прочей природой с неустрашимым взором Эдипа, и залепленными ушами Одиссея». «Одиссея, помните, да?» «Рухой ко всем реманкам старых метафизиков-птицеловых, которые слишком долго напевали ему «ты больше, ты выше, ты иного происхождения». Это была бы редкостная и безумная задача, но именно задача, кто стал бы это отрицать. «Зачем выбрали мы ее, эту безумную задачу?» «Или спрашивали иначе, зачем вообще познание?» «Всякие спросят нас об этом». «И мы, припертые таким образом в стене, мы, задававшие сами себе сотни раз этот вопрос, не находили и не находим лучшего ответа». И следующий абзац. «Учение преобразует нас, оно делает то, что делает всякое питание, которое тоже не только поддерживает, как известно физиологам. Но в основе нашего существа, там, на самом дне, конечно, есть нечто необучаемое, некий гранит духовного патума, предопределенного решения и ответа на предопределенные избранные вопросы». «Да, есть некий хомо-натура и есть наслоение на этом хомо-натура. Этот хомо-натура никак не связан с мудростью, он не поддается обучению, он неприручаем. Мы пытаемся скрыть его, наслаивая шаг за шагом на него мораль, мудрость и прочие, прочие, прочие искусственные вещи. Ницше ставит себе задачу немножко поубавить этих наслоений и освободить натуральное в человеке, природное в человеке». «Но он же пытается избавиться от хомо-натура, впустя от проблем». «Да, да, да, да. До сих пор было что-то, что есть в каждом человеке, что-то, что было свойством человека, что мы называли фундаментальным состоянием. В отличие от природы человека, да? Ницше говорит вам, внутри вашей психологии есть какой-то гранит. Вот он и есть подлинник, а все остальное – наносное. Наша мудрость ставит себе задачу добраться до этого подлинника. Это разница, которую Заратуст записывает, разница между мудростью и жизнью. В жизни есть подлинник, хотя и то, и другое есть воля в власти, но мудрость поносная, а жизнь есть подлинная. Мы пытаемся разобраться, что же это такое за жизнь, о которой говорит Заратуст. Жизнь Заратустра и хомо-натура, они на голове связаны, так? Да. Вот это центральное в человеке, что в нем неизменяемо. Что в нем всегда пытается заглушить все остальное. Что значит культура? Культура происходит от слова культивировать, возделывать. Поэтому культура – это все, что человек создает в широком смысле. Но он всегда создает это на какой-то почве. И когда он создает самого себя, он самого себя создает на какой-то почве. Вот к этой почве Заратустра хочет прозваться сам. То есть Заратустра выбирает жизнь, потому что его целью было стремление к примирению тела. То есть душа – это мудрость. Раньше разделяли душу и тело, и безиральное тело, как это делали пропорядники смерти. Цель Заратустра – вернуть человека к телу. И он делает это постепенно, постепенно поднимаясь вверх. И он выбирает жизнь, потому что мудрость – это та самая душа, которую вы говорили. Это не та самая душа, но это да, да. Это следующая ступень превосхождения мира. При каждой кардинальной проблеме что-то неизменное говорит. Это я. Скажем, в теме мужчины и женщины мыслитель не может переучиться. Но может только выучиться, только раскрыть до конца то, что в нем на сей счет твердо установлено. Порой мы находим некие решения проблем, которые именно нам удушают сильную веру. Может быть, с этих пор мы начинаем называть их своими убеждениями. То есть, почему нам нравится то, что нравится? Нет, мы убеждаемся в этом, потому что оно нам нравится. А почему оно нам нравится? Оно нам нравится, потому что оно нравится коммунатура в нас. То есть, оно нравится той неподчиненной грани нашего тела, которая всегда проявляет себя. То есть, сейчас, можно ли сказать, что Линча признает все естественные влечения человека, такими бы они ни были? Нет, нет, нет. Золотустов уже говорил вам об этом. Сначала он говорил, что все, а потом говорил, нет, не все. Позже мы видим в них только следы нашего движения к самопознанию, только путевые столбы, идущие к проблеме, которые представляем собой умы. Вернее, указующие на великую глупость, которую мы представляем собой. Это наш духовный фатум, тот, не поддающийся обучению элемент, который лежит на самом дне. И в этом смысле мы с этого начали. Я говорил вам, все считающие золотусту делятся на два типа людей. Те, кто прогватывает книжку целиком, и те, кто не может прозраться через одну-две страницы. Ввиду той изрядной мчтливости, какую я только что проявил по отношению к самому себе, мне, может быть, скорее мне дозволено высказать некоторые истины о женщине самой по себе, допустив теперь, что теперь уже наперед известно, насколько это лишь мои истины. Теперь мы возвращаемся назад к четвертому тому и дочитываем конец танцевальной песни. Естественно, я все еще призываю вас сравнить эту танцевальную песню с другой танцевальной песней. Ницше хочет, чтобы вы это сделали, потому что он называет эти глобы одинаково. Так пел Заратустра, но когда Танис кончился, и девушки ушли, он сделался печальным. Солнце давно уже село, сказал он, наконец. Лук сырой, от лесов перед прокладой. Неведомо окружает меня и смотрит задумчиво. Как? Ты жив еще, Заратустра? Почему? Зачем? Для чего? Куда? Где? Как? Разве не безумие жить еще? Друзья мои, этот вечер обошарит-ка обо мне. Простите мне мою печаль. Вечер настал. Простите, что вечер настал. Да, естественно. Почему Заратустра просит прощения за то, что вечер настал, и просит прощения за свою печаль? Потому что он не контролирует ни то, ни другое. А это не тот момент, где он, по идее, должен умеет? Он не стал контролировать. Самый тихий час спросит у Заратустра, почему-то еще жив. Пока же это просто результат печали, но мы видим, как Заратустра потихонечку изменяется. И следующая песня, это как раз песня о смерти, или вернее, о воскресении. Надгробная песня. На этом мы сегодня останавливаемся. Увидимся с вами четверг. Четверг.